В секторе литературы по дизайну очередная встреча с новой краеведческой книгой. Уже второй десяток лет длится проект, который называется «Читать модно». Презентация новых книг, либо это первая книга самодеятельного профессионального поэта, либо это очередная книга поэтов, которые трогают так или иначе души читателей. Итак, сегодня я хочу представить вам книгу, последнюю книгу Сергея Анатольевича Комарова, доктора филологических наук, профессора Тюменского государственного университета, поэта, филолога, литературоведа. И это книга, которая называется «Сочинительная связь». Сам он объяснил так, почему сочинительная, потому что есть подчинительное соподчинение в отношениях в литературе и в литературоведении в текстах, а это сочинительная связь. И не случайно эту связь он рассматривает, посвящая свою последнюю книгу из тетралогии. То есть вот четыре сборника. Первый сборник был «Изречие», второй сборник стихов «Медленнее», третий сборник «Братья» и «Сочинительная связь». То есть сочинительную связь он посвящает памяти Геннадия Степановича Райшева, то есть выдающегося художника Ханты, который скончался буквально в 2020 году. И интересно, что эта книга, этот последний сборник, он не только оформлен рисунками Райшева, но одновременно в этом сборнике идет своеобразная перекличка. Вообще надо сказать, что поэзия филологов, поэзия гуманитариев, она всегда многослойна. Любая поэзия многослойна. То есть ты слышишь звуки, речи, ты понимаешь образы, ты вникаешь в музыкальный строй стиха. А вот когда филолог пишет или литературовед, он пишет стихи одновременно, есть еще огромный пласт, присутствует цитата, цитирование литературы, поэзии, какие-то отдельные фрагменты. И не случайно, вот я когда рассматривала или изучала эти стихи, перечитывала в который раз, чтобы подумать, а вот как рассказать. Ведь это очень трудно. Стихи очень сложные. Они философские, они медитативные. В них очень много ритмов. От белого стиха до и танка, и хокку, и верлибр. То есть ритмическое, выстроенное стихотворение, но очень мало ритмов. И я нашла вот такое выражение Александра Шадова, философа, поэта, писателя, который говорит, что цель поэта – дать нам уникальный опыт эмоциональный, мыслительный, звуковой, фонетический и так далее. И вот этот вот уникальный опыт в данной книге «Сочинительная связь» комаров нам раскрывает в общении с цитированными стихотворениями. И в то же время можно посмотреть и найти, как он отвлекается, как они перекликаются с Геннадием Райшевым. Если мы возьмем альбом, один из альбомов Райшева, вот он, Геннадий Райшев, то мы прочитаем, что душа человека и гений художника поэта знают больше, чем их хозяин. В целом чувственные начала у людей очень близки. И если обратиться к ним, то очень многое можно сказать. Более того, звук и ритмы осознаем как движение души. То есть вот этот вот звук и ритмы, и поэтому сборник «Сочинительная связь», я позволю себе прочитать и прокомментировать, как читатель, открывается удивительным стихотворением. Это эпос, который затрагивает огромную цивилизационную историю человечества. Сначала я прочитаю фрагмент стихотворения, а потом просто объясню. «Ходят энергии громады через безвременные пространства, через огнедыхательные ады, через космоса пыльные ранцы знают и цепи, и циклы, и хаос смертелен, но сущим». О чём это? А это вот до сотворения, что такое ходят энергии громады? Это тёмные энергии ещё до сотворения нашего мироздания, нашей системы космической. Безвременные пространства, тёмная вселенная. В ней начинают концентрироваться энергии. Это тёмная пыль, это энергетическое идёт напряжение, и вдруг взрыв сверхновой. Создаётся очередная туманность звёздная. Через огнедыхательные ады, через космоса пыльные ранцы. И вот это вот время запущено, сотворение мира, и знают и цепи, и циклы. И хаос смертелен, но сущен. Почему сущен? Потому что в любой сотворении, в любой такой точке бифуркации происходит сотворение чего-то качественно нового. И вдруг следующее. А прямоходящий, как циркуль, ещё без повязки на суше, ещё с горловыми мешками, но ищет безопытно слово. Шлифует свой камень о камень, и красок он скоблит в основу. Прекрасного чувства находчик. Увидел себя он в природе. В итоге задумал он про отче, про род и про пелонародье. Вот это древняя история человечества. От сущности родилась Вселенная, родилась Солнечная система, Земля. И вдруг вот оно, биологическая история. Земноводные. Что такое мешки, горловые мешки? Это же ящерицы, это ещё земноводные те ящерицы, которые жили на Земле и на суше. И вот он ищет безопытно слово, ещё не в состоянии говорить. Но потом наступает перед, он шлифует камень о камень. Это уже творчество первобытного художника. И красок он скоблит в основу прекрасного чувства находчик. И вот он себе, когда осознаёт, тогда наступает перед, когда он пишет молитвы и гимны поёт. То есть он задумал про отче. Отче наш, последнее, единственное, христовая молитва Иисуса в Гефсиманском саду. И что же дальше? Вот это вот новое существо, порождение космоса и вот этих энергий, он рассуждает, он знает про суши и воды, про огонь и ветровую силу. Четыре стихии, магические стихии, на которых стоит китайская философия, эстетика, гомеопатия и так далее. Потому что четыре элемента, а пятый элемент всегда человек, он внутри. И вот эти четыре стихии – это пространство. И потом, и одновременно он знает про тысячелетия и годы, про веру, закон и могилу. Могилу, тысячелетия он научился понимать историческое время. А вот эти вот годы – это годы проживания человека на земле, человеческое уже, наше сиюминутное время. А вот вера, закон и могила, когда он научился понимать, то это мировое древо. Вера – это правильность, это высший мир, это правь. А вот закон, то, что руководит человечеством на земле, это явь, явленное наше, славянское, сиюминутное. А вот могила – это навий мир, мир подземный, мир сказок, мир странных существ. Потом навий, так называемый. И лучший, и, видно, последний – млекопитающий умник. То есть, ну вот умник, немножко ироничный по отношению к человеку. И когда начинается современный мир, вот оно, цивилизация прошла, и уже вот сегодняшнее будни, то поэт отмечает мир профанный. То есть, творчество осталось в прошлом. Творчество осталось в прошлом. А день за окном хмуролетний, Без солнц замещающих унцы, И краски серые, как овечки, Плывущие по небу вяло. Хвораешь, товарищ, ставь свечку, И спрячься под одеяло. То есть, вот эта вот высота, И вот в этой, как бы, книге, И созвучие мифологического восприятия, И картин, полных символов, и знаков, и родовых, И общечеловеческих у Константина Райшева, Они удивительны. То есть, ты начинаешь, когда одновременно их листать и считать, Ты понимаешь, что идёт, вот она идёт, Перекличка двух талантливых людей. Ну и, конечно, в этой вот книге, в этом сборнике, В принципе, здесь можно, наверное, найти всё. О чём же, собственно, пишут? Вот если посмотреть эти сборнички, То, естественно, прежде всего, наверное, Вот из речи стихи начинаются с образа тишины. То есть, вот у каждого поэта есть какие-то определённые образы И понятия, которые, они проходят как красной ниткой Через всё творчество. Вот у Сергея Комарова Это тишина, и в ней что-то происходит, что-то творится. Тишина сотворения мира ещё до света. Тишина любви. Тишина, когда двое творят любовь земную, А ресницы наши сцепились, и тонкий запах играет на щеке. Женщина нежнейшая, как радость. Любимая женщина-птица. И он пишет, что тебя настижь во тьму растворив В этой раме сплошного пространства невесомых пустынных времён. То есть, вот эти вот образы, которые достаточно глубоко проникают, И ты можешь их анализировать ассоциативно, сколько угодно. Природа. Значит, тишина – символ летнего полдня, вершина жизни. Время кончается, детство и юность. Лишь старость не знает конца. Философ рассуждает, вещи стареют. Не важен износ их. И вокруг молоточки тишины. Ход жизни через предметы рассматривает комаров. Облака ветерком плывут, как строка. По земле в земле, через грязь и вязь дышит строка. Речи часть дорогая, и облака хороводят играя. То есть, практически, вот эта вот природа, осознание самого себя через ритмы и красоту природы – это осознание вглядывания поэтов самого себя. Из себя, как пишет Райшев в одном из своих, из себя поэт и художник творит мир. У художника есть возможность сделать мир не суетным, а громадным. И его проживать, заставлять другого тоже войти в него. Это очень важный момент духовного приобщения к самому себе и к миру через самого себя. Вот это приощрение к самому себе и к миру через себя у Комарова присутствует постоянно в стихах. Интересный вот такой момент. У него очень много, я же говорила, что поэзия литераторов, филологов, гуманитариев, философов, она полна реминесценции, обращений, цитат и так далее. И вот можно найти Михаил Гронос, посвящение Михаилу Гроносу, или Аркадию Драгомищенко, Иосифу Бродскому, образ облаков, Пушкин, Гаврила Державин, Артюр Ембо, Борис Рыжий, уральский поэт, Один Шекспир и так далее, и так далее. Он перечисляет все, и Конфуция вспоминает, и нашего Иисуса, и Моисея. И вот этот вот пласт литературоведческий, он достаточно сложен. Если мы не знаем поэзию, то для нас эти облака ничего не значат. А вот есть у Комарова стихотворение о том, что сироты грызет красный пряник. И вот тут мы вспоминаем еще одно, что сироты, во-первых, это как бы мы сейчас иначе произносим, да, то есть сиры убогие, а сирота – это убогий человек, вот. И получается, что красный пряник – это о чем? Потому что власть всегда управляла кнутом и пряником. И вот это вот в конце концов получается интересный момент о том, что перекличка. Вот идет перекличка поэтов через эпохи, потому что хотеть человека на грани проклятия. Оттуда пришли мы, как сестры и братья, любимые и встречные, чистые и невинные. Хотеть эти руки и ноги и спины, и все, что на после, и все, что не легче, то нас оправдает, пройдет и излечит. Это любовь. Но в то же время, в то же время, в этой книге есть мифологические сюжеты, о гонемедии, о лете, вот река лета, которая уносит годы жизни. И, конечно, постоянное рассуждение о жизни, о смерти, о вечности, о времени, которое проходит. И как человек с этим смиряется, о потерях, потере собаки, потере близкого человека. И, к сожалению, он пишет, что вот у Бога получился Рафаэль, Микеланджело и Бах, Шекспир и Чехов, Платон, Конфуций, Босх. И будто съехав с дороги, потерял он цель, идеи разошлись с творением, лепилась жизнь усталыми руками, вслепую и безговорение. И вот она, и вот мы таковы. И наша плоть безлично, точно камень, средь листьев обескровленной травы. То есть, дорогизм жизни поэт воспринимает намного ярче, тяжелее эмоциональнее, чем обычный человек. Ну и завершается этот сборник четверостищем. Так это убедительно выходит. И день за днем, и жизнь за жизнью, даже не напрасно, и пожалеть нельзя, и зарубить нельзя, хотя бы на косяке. То есть, вот эта тетралогия, если внимательно почитать стихи, о чем это? О нашем времени, о вечности поэзии, о движении души, о том, что поэт, страдая, вынашивая свои стихи, вглядывается в окружающий мир, и любой момент, любое осознание, любое увиденное мгновение становится поводом для поэтической рефлексии. Ну и в завершение я хочу сказать, что и природа, и жизнь, и вещи напоминают нам нечто такое, что глубоко запрятано и осознается спонтанно. Это видение глубинное изнутри. И когда человек внимателен к себе и природе, ему интересно жить. Так вот, Сергею Комарову и поэтам, с которыми он общается очно и заочно, жить интересно. Я рекомендую вам посмотреть, обратиться, прочитать вот эту книжечку «Сочинительная связь», ну и параллельно, конечно, альбом. Причем этот альбом «Райшево», «Живопись и графика» одновременно сопровождается текстами. Философски интересные тексты о творчестве, о символе, о традиционной культуре ханты и так далее, и так далее, о себе самом. Поэтому вот эта вот перепличка, она, безусловно, вне времени, она, безусловно, интересна человеку конца 20-го и начала 21-го века. Спасибо за внимание.